В преддверии крещенских купаний, в физкультурно-оздоровительном комплексе и в Центре гражданской защиты прошли инструктивные занятия по обучению людей поведению в сложных ситуациях. Семинарские занятия начались с выступления перед сотрудниками Организации культуры, спорта и работы с молодежью, спасателей Центра гражданской защиты. Они продемонстрировали различные способы спасения людей, попавших в опасную для жизни ситуацию и оказавшихся в ледяной воде. На занятиях были показаны приемы спасения людей с помощью как специальных средств, таких как круг веревка, шесты, так и подручных. Выручит в таких ситуациях даже снятая с себя верхняя одежда, за рукав которой может ухватиться тонущий. Спасатели разъяснили алгоритм действий при оказании помощи человеку, побывавшему в ледяной воде. Самое важное здесь – не допустить дальнейшего переохлаждения. И, конечно же, настоятельно рекомендовали действовать осторожно. Когда произошла какая-то ситуация, провалился человек, это оценить обстановку, посмотреть. Если нет ничего, допустим, под рукой, позвать кого-то, во-первых, на помощь. Потому что один человек в любом случае трудно ему спасти. Бывают случаи, но это очень... Потому что можешь сам провалиться, и за место одного, которое требуется, будет уже два пострадавших. Семинары по обучению безопасному поведению в экстремальных ситуациях продолжились в физкультурно-оздоровительном комплексе, где выступили медицинские работники, которые рассказали о первых действиях при оказании помощи при вывихах, ушибах и переломах. Были показаны методы фиксации поврежденной руки с помощью бинта, наложения шины, другие приемы первой медицинской помощи. Причем эти занятия нацелены были не только на противодействие получению травм в ситуациях во время крещенских купаний, но и в более широких целях. В перспективе каждая крупица таких знаний способна спасти человеческую жизнь. Делается это для того, чтобы жители Щелковского района чувствовали себя более безопасно, находясь на объектах спорта. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».